Делайте ставки в марафон Бет. Видимо, к деньгам. Разные самые интриги, события. Мне кажется, что появляется новый гуманитарный смысл в существовании футбольного клуба Сочи в его нынешнем виде. Об этом, наверное, в ближайшем выпуске я просаждаю подробнее. Интересная правильная мотива в жизни Ростова и Динамо. Но, господи, день не тканет появится, и только у нас будет чесаться. Ну, конечно, главное событие для нас, для меня, все-таки матч «Спартак-Зенит». Почему? Потому что такого не было давно, чтобы две самые популярные команды еще и встречались в ранге лидеров, и не просто команд, занимающих первое и второе места, а разница между ними существовала по весьма дополнительным показателям. Одинаковое количество очков, выигранную и так далее. И это, конечно, было любопытно. «Спартак», в смысле, конечно, был андердогом, и игра на поле в Москве только добавляла интриги. Что я должен сказать? Вот, наверное, это случай, когда мы можем положить на чаши весов понятие качества игры, ну, как зрелище, да? Потому что игра в этом отношении удалась. И сюжетно удалась, и, в общем, в ней не было каких-то удивительных, там, каких-то ляпов. Команды сыграли достаточно собранно. Другое дело, что собранность не для всех означает качество игры. Я вот абсолютно уверен, например, в том, что Астон Урунов очень собрано провел матч. Но вместе с тем, я никак не хочу, чтобы сравнение было обидным. В конце концов, любого человека можно сравнить с животным, да? Тотемное животное и так далее. Но вот такую сосредоточенность я наблюдаю у своего енота. Понимаете? Когда он невероятно сосредоточенным видом делает что-то совершенно немыслимое, бесполезное. Вот. Будем надеяться, что Урунов все-таки в будущем будет двигаться как-то более разумно и не сам по себе. Ну, человек новый, приехал издалека, поэтому на это тоже можно закрыть глаза. Тем не менее, качество игры, качество интриги было очень классное. Матч было приятно, интересно смотреть. Но мы же всегда пытаемся... Ну, если я говорю «мы», то мы, наверное, всегда пытаемся найти другой смысл и оценить класс игры, потенциал нашей команды в других ситуациях. Если бы я сказал «я» всегда, вы бы сказали сразу, что я всегда пытаюсь найти что-то плохое. Это не так. Понимаете, смысл матча мне представляется вот в чем. «Зенит» все-таки чемпион России. И совершенно очевидно, что он показал себя как более классная команда. До того, как Понсо не упал по пустым воротам, то есть вот когда «Зенит» повел в счете, отступил защищать преимущество, и примерно вот до 70 какой-то там, по-моему, восьмой, что ли, минуты, я понимаю, что сказать особо нечего, это называется «победа на классе». А потом победы на классе не случилось. И не потому, что просто пропустили гол. Гол уже может быть просто эпизодом, так «ах!» и случилось. Нет, «Спартак» действительно перевернул игру. Мне очень тронуло замечание коллеги Шмурнова о точности замен «Тедеско». Дело в том, что у «Тедеско» особо замены-то не было. У него было два опытных игрока в резерве, вот они, в общем, по большому счету, было важно, когда им выйти. Понятно было, что Соболев точно выйдет, Ященко не точно. Но пусть будут точные замены, окей. Так вот, как же так получилось, что «Зенит» упустил преимущество? В самом деле это не катастрофа, конечно. Но ведь это означает, что в матче с принципиальным соперником, где не может быть недооценки, в матче за лидерство, совершенно очевидная вещь, да, очень опытная команда и опытные игроки, которые понимают, что сейчас, вступая в Лигу чемпионов, которая не будет у «Спартака», им, казалось бы, нужно постараться сделать какой-то задел, да, чтобы чувствовать себя спокойнее. Календарь-то плотный, лет-то много. И вот в такой ситуации, после часа игры и кучи моментов, ну, изрядного количества моментов, там прям так, чтобы совсем верно, все-таки Максименко, конечно, подвиг совершил, но там подвиг был в одной атаке, три удара отбитого, а в одной атаке больше одного гола все равно не забить. Короче говоря, как же вот такую игру «Зенит» может упускать? Ведь все равно «Зенит» смотрелся более классной командой. А «Зенит» и статусно более серьезная команда в Лигеевском чемпионате. То есть получается, что если «Зенит», лидер, не удерживает преимущества, отдает, казалось бы, выигранный матч, но это нельзя назвать прогрессом. То есть «Спартак», конечно, делает шаги вперед. И мне показались очень интересными слова «Тедеска» на неделе. Я увидел их отражение в игре. «Спартак» действительно играет все более и более цельно. И даже учитывая, что в обороне остаются колоссальные серьезные проблемы, и «Зенит» мог решать игру уже в первом тайме, наверное, но и у «Спартака» тоже были хорошие моменты еще в первом тайме. В общем, короче говоря, в этой игре, мне кажется, сюжет явно преобладает над качеством и всем остальным. События матча, то есть не то, чтобы планы соприкоснулись и выяснилось, чей лучше. Каждое событие влияло на последующее развитие. Так вот, что мне кажется. Наверное, эта игра легитимизирует то, что в чемпионате России в верхней части будет идти достаточно плотная борьба. Потому что сейчас скорее можно придумать предпосылки для того, чтобы кто-то, может быть, повалился. Но вырваться вперед очень сложно. Представляете себе, что кто-то может. И я вспоминаю, что в прошлом году, в это же время, хотя это был, конечно, совершенно другой сезон, когда он подшествовал, предсезонная подготовка, когда еще, помимо всего прочего, по-другому строился график вступления в Еврокубки и прочее. Вот это же примерно время, помните, все время команда, которая в конце концов выскакивала наверх, это означало, что она, скорее всего, сейчас проиграет. И был пул лидеров из четырех-пяти команд. Тогда «Зенит» вырвался из этого пула во многом из-за того, что он просто его дал большим ресурсам. Так получилось, что вот в декабре и в начале января, ну и в декабре, он набрал свои важнейшие очки в декабре-ноябре, после завершения Лиги чемпионов. Видите, как я путаюсь в датах. Я сейчас не вижу для этого предпосылок. Я вижу большую опасность для «Зенита» в наступающем сезоне. Конечно, еще есть возможность усилиться, но все дело в том, что «Зенит», возможно, стал более ясен тактически. Он, может быть, даже стал более разнообразен тактически, хотя этого не видно. Но «Зенит», по-моему, еще и постарел. У «Зенита» совсем нет вариантов в обороне, если что случись. Там уже все молодые на очереди стоят. Мне представляется, это серьезный менеджментский кризис. И мне кажется, это недооценка рисков в том, что твоя команда элементарно стареет. Поэтому не могу сказать, что мне тревожно за «Зенит» в Лиге чемпионов. Мне не тревожно ни за одну команду в Еврокубках, потому что мне представляется, что любая победа и любое место выше четвертого в группе будет все равно успехом. Поэтому здесь как раз нагнетать-то мне нечего. Меня беспокоит другое. Дело в том, что «Зенит» мыслит себя исключительно чемпионом. И место в Лиге чемпионов на будущий год у России только одно. Другое с правом совещательного голоса, через отборы. Какие это будут отборы в следующем году? Поди, знай. Вот и получается, что чемпионом-то становиться надо, а за дело, а преимущества у «Зенита» нет. Ну вот как вы думаете, какие средства придется задействовать «Зениту», чтобы все-таки стать чемпионом России по итогам этого сезона? Я так думаю, что, друзья мои, по поводу судейских скандалов нужно сделать специальные судейские чипсы и отдельный судейский попкорн. Я думаю, что эта ситуация странным образом классный матч наводит на мысли о том, что судьба чемпионата России решится не на футбольном поле. Ну, там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно, какой должен быть? Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб